Чего не хватило сегодня? В принципе, была барбанрана. Голов, как видите, голов не хватило. Вы сегодня так здорово забросили, и показалось, что это тот ипульс, которого команде не хватило. Почему не разгорелся этот костер, в который вылилась, например, в траках? Не знаю, мне кажется, разгорелся. Мы из третий период играли, мне кажется, в их зоне, много атаковали, делали броски. Наверное, старались сделать все, что могли, но шайба упорно не лезла в ворота. Думаю, что не стыдно нам сегодня проиграть, потому что мы бились до конца и старались вытянуть эту игру. Как говорится, все, что могли, мы сделали. Избивали так раньше в Корею? Наверное, нет. Сегодня Илью Петровичу спрашивали, вам тоже вопрос задаем. Три матча дома выиграны, четыре матча на выезде проиграны в этой серии. Почему такая домашняя серия получилась для команды? Как вам кажется? Наверное, много факторов. Первое – это, наверное, свои болельщики, которые помогают и гонят нас вперед. Здесь им помогают они. Ну, думаю, сегодняшняя седьмая игра отличалась, наверное, от тех шести, потому что, как вы сказали ранее, она была на равных, и мы старались сделать все, что могли. За две минуты до конца три-два было в пользу ЦСКА по броскам. Все-таки, может, где-то не хватило или они хорошо закрылись? Ну, если вы смотрели игру, то мы бросали. Много попадало в их игроков. То есть, старались доводить шайбы до ворот и делать добивание, но немножко, наверное, в этом кабинете не удавалось забить. И, впрочем, по всей серии стоит задуматься, наверное, на будущий сезон и делать выводы, что иногда надо забивать именно такие черновые голы. Как эти удаления зачистить состав – большое желание или не хватает? Я думаю, что это просто течение обстоятельств, потому что шайба пошла в ближнюю лапу, там, вышел человек, ну, я не знаю, можно было это трактовать как шесть игроков, потому что он не играл в шайбу. Я не знаю вот эти нюансы правил и не буду говорить точно, было это шесть или нет, но он не играл в шайбу. Да, вот игроков ЦСКА подобрать ее, так что… Ну, опять же, как судьи решили, так решили. Силы остались на сборной? Не спрашивайте сейчас про сборную, сейчас в голове отдохнули от хоккея. Ну, если какие-то итоги подводить, все-таки получается, что плей-офф закончился в общем цене. Довольно тем, как команда шла к этому плей-оффу и как по этому плей-оффу проходила? Вы знаете, честно скажу, были вопросы у нас по качании регулярки, как мы будем играть и что будем делать, но по ходу плей-офф, вот серия со Спартаком, наверное, в первую очередь показала, что у нас есть зубы, есть характер, что мы можем вытаскивать на жилах, можем делать черновую работу, можем играть, добавлять. И порадовала вся команда, наверное, что по ходу этого плей-офф мы каждого матча добавляли и в движении, и по игре. И нам, мне кажется, как и нашим болельщикам, не стыдно смотреть друг в друга в глаза.